Здравствуйте! С вами Анастасия на канале Еда на любой вкус. Пирог сегодня готовим не сладкий, из тонкого теста с заливкой. Сочно, вкусно, но обо всем по порядку. Перед началом приготовления проверьте свою подписку на наш канал, а также не забывайте, ваши комментарии и оценки нравятся, это лучшая благодарность для нас. Давайте начнем! Тонкое тесто мы будем готовить вместе с вами. Это будет не сложно, но есть несколько важных советов. Муку в количестве 400 граммов сразу просеиваем в глубокую миску. Оставшиеся 50 граммов муки по рецепту пока не трогаем. В отдельной миске растворяем соль в воде комнатной температуры, вода в количестве 200 миллилитров, а соли беру 4 грамма. Вливаем 2 чайных ложки 4% уксуса или 1 чайную 9%. Добавляем взболтав 2 яичных желтка. Важно, чтобы от соли не осталось крупинок, иначе будет тесто рваться и они будут мешать при растягивании. Ну а уксус необходим для повышения эластичности теста, которое особенно важно в этом случае. Перемешиваем ингредиенты, вливая жидкие в сухие. Напомню, что муки здесь только 400 грамм. Добавим 2 столовые ложки растительного масла, это 30 миллилитров. Начнем замешивать тесто. Все ингредиенты в точных граммах, а также ложках и стаканах вы найдете в описании к этому видео. Если же тесто уже не липнет к рукам, то замечательно. В нашем случае тесто прилипает, как раз нам пригодится та мука, которую мы подготовили на запас в начале. Причем она может уйти не вся. Важно добиться гладкой, мягкой и не липкой структуры. Такое тесто не должно быть тугое, обращаю ваше внимание на это еще раз, иначе растягивать тонко у вас не получится. Вымешиваем его 2-3 минуты, а еще лучше отобьем, бросая на стол около 10 раз, плюс-минус, сколько сможете. Таким образом клейковина разовьется быстрее. Заворачиваем тесто в пакет, оставляем при комнатной температуре минимум на 30 минут. Тем временем половину луковицы нарезаем мелкими кубиками, также нарежем небольшой пучок шпината, хотите можете использовать вместо него обычную зеленую петрушку. Обжариваем на растительном масле репчатый лук для придания вкуса, а параллельно уже растопим при небольшом нагреве 100 граммов сливочного масла в молоке. Молока нужно 200 миллилитров. К обжаренному луку добавляем шпинат, либо петрушку, если вы ее выбрали. Прогреваем с добавлением соли и черного молотого перца по вкусу. Шпинат потерял форму, можно смешивать его с творогом. Творог в количестве 250 граммов должен быть мягкий, при этом лучше без лишней сыворотки. Я использую турецкий сыр лор пейнир. И вот начинка для слоеного пирога бурека готова. Для раскатывания теста нам необходимо будет смешать кукурузный крахмал и муку в количестве 1 к 1. Крахмал будет препятствовать склеиванию теста в будущем и с ним будет намного удобнее раскатывать тесто. К этому времени оно стало уже более мягким, эластичным, слегка липкое и очень однородное, гладкое. Подминаем его, используя смесь муки и крахмала, делим на кусочки в зависимости от желаемого размера. У меня форма для выпечки не слишком большая, поэтому делю на 12 частей. Кусочек выходит по 56 граммов, но можно разделить тесто и на большее количество частей, все зависит от вашей формы и от степени раскатывания теста. Скатываем тесто в округлые шарики, так будет проще и ровнее раскатывать. Накрываем от образования корки и можно начинать раскатывать. Также обильно подсыпаем смесь муки и крахмала. Более большие листы теста раскатываются с помощью специальной скалки, такой длинной, может быть вы знаете. И сам процесс приготовления такого теста, которое называют ювка или тесто фило, очень трудоемкий, но у нас вариант проще, так как объем небольшой и этот рецепт под силу даже новичку. Не торопясь, растягиваем в стороны, тесто эластичное и тянется хорошо. Если тесто не хочет раскатываться, растягиваться, то возможно вы сделали его крутым, попробуйте дать ему отдохнуть минут 10, все точно получится. Тесто у меня тонкое, просвечивается, видно руки и стол. Конечно, оно растягивается еще больше, но нам не нужно. Перекладываем раскатанные листы заготовки с помощью пергамента. Не переживайте, после того как вы используете тесто, этот пергамент можно просушить и далее использовать для выпечки, выбрасывать не нужно. Хотите тесто сверните и заморозьте. Используйте по мере необходимости. А мы же будем печь прямо сейчас. Два яичных белка взбалтываем до появления легкой пены. Выливаем еле теплое молоко с растаявшим сливочным маслом. Можно обмакивать тесто в эту смесь и укладывать в форму, но это сложнее. Поэтому берем лист теста, распределяем его по форме, смазывая нижний слой, а затем и верхний. Поливайте хорошо, не экономьте. Но смесь необходимо перемешивать, чтобы масло не отщелкивалось для более равномерного распределения. Так, ровно половину 6 слоев смазываем, укладывая друг на друга без начинки. На шестой лист распределяем равномерно заранее подготовленную начинку, краями теста закрываем. Повторяем процесс смазывания, обильно поливаем масляной смесью. А верхний 12 слой теста заправляем под пирог, то есть его края. Также смажем, сразу разрезаем на порционные кусочки, не доходя до самого низа. Заливаем оставшимся молоком с маслом и яичным белком. Не забудьте слегка проколоть пирог, чтобы поднимался равномерно. Отправляем запекаться до золотистой корочки при температуре 180 градусов. Займет это примерно 35-40 минут. Пирог получился румяный, аромат на весь дом. Давайте скорее пробовать. Смесь из белка, масла и молока не только придала сочности вкус пресному тесту, но и не позволила ему склеиться между собой. Кроме того, начинка стала сочной, придает основной вкус самому пирогу. Готовьте с удовольствием, делитесь обязательно рецептом с друзьями, жду ваши комментарии. Приятного аппетита, пока! Субтитры создавал DimaTorzok